ТОП 5 В нашей группе во ВКонтакте проходит голосование, в котором именно вы выбираете победителей передачи. Ну а на этой неделе у нас голосование за лучшую сессионную игру. Поехали! ПЯТОЕ МЕСТО Открывающее наш ТОП 5 место занимает ни много ни мало League of Legends. Особо любимая западными игроками, и не просто так. Ведь в свое время она была и остается до сих пор отличной альтернативой Доте. Являясь в каком-то смысле продолжательницей жанра. Причем не без своих идей, типа тех же кустов, в которых можно устроить засаду. Тем не менее, почему-то на территории нашей страны не так сильно любима, как та же Дота. Но и она смогла перехватить свой кусочек, заняв пятое место в ТОПе. ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО Ещё в 98-м году Team Fortress 2 была анонсирована как продолжение для оригинального мода, и задумывалась как серьёзная реалистичная игра. Но по мере разработки концепция была переделана в казуальную сторону, а внешний вид приобрёл отходящую от первоначальной задумки мультяшность. И как ни странно, она не столько спугнула, сколько привлекла людей, которые и по сей день регулярно зависают в матчах, даже спустя 7 лет после выпуска игры. Видимо, как и наши подписчики, что выдали игре четвёртое место. Третье место Прекрасный пример по созданию небольших и реиграбельных сессионных игр показали нам Blizzard, что в начале года выпустили Hearthstone. Сам по себе проект представляет коллекционную карточную игру, но в отличие от многих других, матчи в ней проходят куда быстрее и с некоторой долей юмора в описании карт. Помимо этого, не так давно для игры вышло первое одиночное приключение, которое многие игроки оценили, как и саму игру, определив её на третье место в топе. Разработанная студией Gaijin Entertainment, игра War Thunder ведёт свою историю с 2011 года, когда и была анонсирована. Сама по себе она является идейным продолжением предыдущих игр разработчика, типа того же Ил-2 Штурмовик. Но в отличие от последней, War Thunder нацелена исключительно на мультиплеер и нагибаторство между игроками. Причём рассчитана она на любого игрока, как казуального, так и хардкорного, за что справедливо получает третье экстра место. Второе место Анонсированная в 2009 году игра World of Tanks поначалу вызывала не тот бешеный ажиотаж вокруг неё, который мы можем наблюдать сейчас. Но со временем Wargaming.net показали всему миру игру, в которую играют регулярно и в любое время суток, постоянно открывая новые танки и модули для них. При этом огромным бонусом служит работа с комьюнити, для которого постоянно устраиваются различные внутриигровые и не только мероприятия. Причём я ещё умалчиваю о регулярных обновлениях, добавляющих в игру новый контент. Поэтому, кто бы что ни говорил, но игра действительно достойна второго места в топе, за которое проголосовали подписчики нашего канала. Первое место Counter-Strike Global Offensive по заявлениям разработчиков ремейк классической и любимой многими Counter-Strike 1.6, которая создавалась как новая киберспортивная дисциплина взамен ранним частям серии и сама по себе привносит переработку механики и графической составляющей в пользу удобства для игроков. Конечно, это не значит, что контраст стала казуальной. Профессиональные игроки до сих пор вышибают дух друг из друга с подобающим скиллом, но некоторое время при запуске проекта все нововведения встретили скорее негативно, хотя сейчас наблюдается обратная тенденция, результаты которой все мы можем заметить в нашем топе. Ведь именно Global Offensive единственная из всех смогла оторваться вперед и занять королевское первое место. Ну и конечно же, незабытая любимая всеми Dota 2, что уже не раз была замечена на первых местах в нашем топе. Только вот в этот раз симулятор любви к чужим матерям немного не дотянул и уступил первое место к антре. Но все мы понимаем, что игра остается все той же, занимающей самые высокие места по количеству игроков в стиме и чуть ли не самой популярной игрой всех возрастов, что по праву занимает не самая почетная, но не менее достойная первое экстра место в топе. Ну а на этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите свои комментарии. И конечно же, не стоит забывать, что каждый понедельник в нашей группе во Вконтакте появляется новое голосование, принять участие в котором может абсолютно каждый и решить, кто же займет свои места в топе. Спасибо за просмотр, всех благ, пока.